Андрею Черкасову было очень-очень нелегко. Правда, сезон завершается, устали, пожалуй, все. И он не меньше. Но его путь к финалу был трудным. Начинался он с испытания совсем юным, товарищем по команде, но с испытанием психологически сложным, со встречи с Андреем Медведевым. Сейчас будет играть Андрей Черкасов. Но если он выиграет, то я буду играть с ним. Всегда тяжело, потому что он, во-первых, для меня авторитет. Во-вторых, он выиграл здесь турнир в прошлом году, и, мне кажется, находится в неплохой кондиции, поэтому мне будет сложно. Андрей не ошибся. Ему было сложно. В игре против Черкасова, как, впрочем, было сложно и другим теннисистам. К примеру, теннисисту из Германии, Флориану Кромпее, с которым Черкасов проводил первый матч, и многие посчитали его, скорее, разминочным. Ваш завтрашний соперник Андрей Черкасов, что вы о нём думаете? Я его очень люблю, он мой хороший друг. Мы уже давно знаем друг друга, очень часто видимся. Да, и все ваши теннисисты, и Чесноков, и Волков, и Черкасов. Все трое супер-игроки, и они отличные ребята. Вы знаете, это было мнение Марка Росе, теннисиста из Швейцарии, которого многие считали претендентом на победу, и, в общем, вполне заслуженным. И тот факт, что Андрей Черкасов встретился с швейцарским теннисистом уже в четвертьфинале, говорит о том, что жеребий был к нему, победителю турнира прошлого года, достаточно суров. Но, может быть, это в какой-то степени и предопределило настрой Андрея на финал его поведения в решающем матче. Посмотрите. В третьем, решающем сете, его четвертьфинального поединка с Марком Росе, игра была крайне сложной. Мы выбрали лишь фрагменты. В общем, следить за счетом не предлагаем вам. Но только хотим обратить ваше внимание, что Марк Росе, посмотрите, как красиво отыграл не один матчбол. Их было три у Андрея на подаче соперника. И давались эти матчболы крайне трудно. Марк Росе, гигант, почти двухметровый, играл красиво, свободно, словно не было этого сложнейшего психологического напряжения, которое сопутствует обычно встречам старых соперников. А Росе и Черкасов сверстники, и поэтому они провели между собой много поединков, будучи еще совсем юными игроками и уже во взрослых турнирах. Для наших зрителей подобные встречи – бесспорный праздник. Наши любители тенниса долгое время находились, как говорится, на голодном пайке. Не ехали в Москву и вообще в Советский Союз.